ДИАЛОГ 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 в рамках этих программ, и мы не являемся узкоспециализированными. То есть мы занимаемся, в принципе, всеми проблемами, которые можем охватить. То есть где мы можем помочь, где мы понимаем, что наша помощь, она будет нужна. Тем не менее, если говорить о направлении деятельности, наверняка можно выделить какие-то там основные, приоритетные. Давайте о них поговорим. Ну, основной приоритетной задачей фонда является, естественно, адресная помощь. Это помощь детям, которым нуждаются в реабилитации, которые нуждаются в лечении. На текущий момент у фонда в попечении находятся три человека. По одному из детей уже сбор закрыт. Мы отправили его на реабилитацию. Вторая программа, которую мы выделяем для фонда, это благоустройство и доступная среда. То есть это как раз-таки работа с инвалидами, помощь инвалидам. Потому что инвалидов, к сожалению, в городе достаточно большое количество, да и в округе тоже. И на текущий момент текущая инфраструктура города не может позволить им даже прийти в общедоступные места для того, чтобы получить какие-то государственные услуги, муниципальные, или же просто обратиться за какой-то помощью. Соответственно, мы тоже выделяем это как приоритетное направление. И третье направление, которое я бы хотел выделить как раз-таки в рамках нашего фонда, это помощь бездомным животным, которую мы сейчас запускаем как отдельный проект. Мы хотели бы создать свой отдельный унифицированный приют для помощи бездомным животным. Судя по опыту зоозащитников, которые сегодня работают в нашем городе, это достаточно тяжелое направление деятельности, земельные участки и требования законодательства. Я желать вам могу только удачи в этом вопросе, но этот вопрос не быстро решается. Мы рассматриваем на текущий момент возможность слияния с одним из фондов, это верный друг, от них поступило к нам предложение о слиянии в виде присоединения к нашему фонду, чтобы они стали одним из структурных подразделений нашего фонда. Чтобы мы его взяли не просто под опеку и в последующем мониторили, чтобы мы создали именно филиал фонда, который занимался бы только бездомными животными. Если говорить о доступной среде, вот к этому бы хотелось в момент вернуться. Как происходит оказание помощи в рамках этого направления? Это покупка, может быть, костылей, инвалидных колясок, это монтаж пандусов или подъемных устройств? На текущий момент из реализованных проектов доступной среды можно назвать галерею кино. У нас есть соглашение с галереей кино, согласно которого мы помогаем им как раз-таки сделать данный центр кинематографически доступным. Мы установили пандусы, поменяли полностью систему в зале, оборудовали под доступную среду, под слабовидящих, под плохо ходящих людей, чтобы они могли держаться за поручни, чтобы по указателям могли ориентироваться. И также мы переоборудовали полностью зону туалета у них. То есть мы сделали ее полностью доступной для людей с ограниченными возможностями. Это социальное учреждение, а если это будет дом живой, например? На текущий момент мы тоже рассматриваем такую заявку на Ленина 49. У нас в рассмотрении находится обращение гражданина, которому необходимо как раз-таки сделать подъем, оборудовать подъем под доступную среду. Но сразу скажу, что мы взяли этот объект не только потому, что к нам обратились. Это первое обращение, скажу так. Во-вторых, мы там также открываем офис на Ленина 49 под оказание бесплатной юридической и психологической помощи населению. Это будет ваш второй офис? Это будет наш второй офис. Это еще одно структурное подразделение, которое будет заниматься как раз-таки юридическими и психологическими моментами. Для всех желающих? Для всех желающих. То есть получить консультацию вы можете там бесплатно. Любой человек совершенно. В последующем при предоставлении пакета документов, подтверждающего, что вы являетесь категорией нуждающихся, незащищенного слоя населения, вы будете получать все полностью услуги в рамках юридической помощи, юридического сопряжения бесплатно. О пакете документов и о том, как стать подопечным фонда чуть позже поговорим. Хотела бы тему благоустройства затронуть. Я знаю, что благодаря вашей инициативе в городе несколько детских площадок появилось. Ну, пока что три. Не несколько, а три давайте. Три уже несколько. Уже несколько, да. Уже не две, да. Мы реализуем проект песочница в каждый двор. В рамках данного проекта мы в каждый двор, который считаем, что там необходима песочница, да, то есть где нету полностью инфраструктуры для детей, мы рассматриваем в основном такие дворы, мы стараемся установить туда песочницу. То есть возникают трудности, связанные с управляющей компанией, да, которая может быть против, трудности, связанные с территориальным расположением, потому что не везде можно, например, оборудовать в каждом дворе, то есть такие объекты. Вот, но мы посчитали, что глобально делать там какие-то спортивные сооружения для детей или же большие спортивные площадки, детские площадки, фонд, к сожалению, ну, как бы не может, да, это не по его силам, это все-таки мы оставим муниципальным властям. А вот сделать песочницу для детей, да, то есть нацеленных на детей там от трех до семи лет, пожалуйста, то есть как бы фонд вполне это может сделать и, в принципе, реализует эту программу. Для того, чтобы стать участником программы, нужно просто написать заявление в фонд или же на странице в Инстаграм под постом оставить заявку, указав ваш адрес. То есть наша комиссия выйдет, сфотографирует себя, что с управляющей компанией, если, в принципе, все получится, да, то есть технически реализовать, то мы с радостью в вашем дворе установим песочницу. Ну, там главное желание жителей, не столько управляющей компанией, им в конце концов потом содержать это все, да? Вот это на чьи средства вы монтировали эти детские площадки? Это ваши, собственно, или это пожертвуют? Нет, это 100% средства фонда, которые фонд самостоятельно заработал, внес, то есть как бы это никак не связано с пожертвованием граждан. В основном пожертвования граждан отправляются на адресную помощь, помощь детям. В любом случае, любой гражданин, который захочет произвести пожертвование фонда, то есть он может сделать его безналично, либо на сайте, либо по платежным реквизитам. Если он делает на сайте, то он может всегда выбрать либо адресную помощь, кому помочь, или же он может выбрать программу, на которую он направит эти денежные средства. Если человек выбирает, естественно, программу, то мы, в принципе, по закону не можем расходовать денежные средства на любые другие цели, которые не связаны с тем, что указал человек. Если ты хочешь помочь, но у тебя там нет свободных денег, да, можно ведь наверняка стать волонтером? Помощь нужна не всегда только материальная. Без проблем. Нам нужны всегда волонтеры, причем волонтеры разных категорий, также разных профессий, да, предположим, если вы являетесь юристом, у вас есть свободное время, мы с радостью примем от вас помощь, если вы сможете взять на свое рассмотрение пару дел, да, то есть которые у нас будут в фонде в последующем. Либо, если у вас есть возможность, тоже свободное время, кулинар, да, мы можем пригласить вас для того, чтобы вы ввели мастер-класс для детей, да, в последующем, которые из неблагополучных семей для того, чтобы научить их готовить, или же для тех же детей, которые у нас сироты, да, то есть им тоже как бы нужны уроки кулинарии, для того, чтобы они в последующем могли самостоятельно себе приготовить еду. Вот. В любом случае заявку на волонтерство вы можете прийти, оставить у нас в фонде или же на сайте. На сайте очень удобно ее оставить, потому что там же вы уже сразу же можете выбрать для себя определенное направление, по которым фонд может с вами связаться, да, и указать свои характеристики, да, то есть там, кем вы являетесь и какой у вас набор там навыков и знаний. Если тебе нужна помощь, как стать подопечным фонда, что для этого нужно, какие документы нужно для того, чтобы вот подтвердить, собственно, то, что у тебя проблемы какие-то в жизни произошли? Категории людей, которым необходима помощь, она разная. То есть, и, соответственно, пакет документов будет для каждого человека являться индивидуальным. Если это больной ребенок, то, естественно, это один пакет документов, требующий предоставления полностью там заключения врачей, заключения для реабилитации, к примеру, лечащего врача и плюс там, возможно, рекомендованные медицинские центры. Если же это инвалид, то для инвалида будет совсем другой пакет документов. Ну, то есть, как бы, нужно это понимать. А четкий перечень, да, который необходим для того, чтобы вступить в наш фонд и стать нашим подопечным, можно узнать либо на сайте, да, там размещено в разделе информации, или же позвонить по телефону горячей линии, который доступен круглосуточно. Это 8 800 34 24 29 номер для звонков бесплатных в России. И о планах хотелось бы спросить. Фонд организовывает мероприятия такие масштабные сейчас. Есть ли что-то в замыслах у вас? На этот год мы планировали провести забег. Рибок забег, он проводится в Москве, в Петербурге. Мы хотели пригласить сюда. К сожалению, не получилось, потому что очень сжатые сроки. И плюс погода нас относительно сроков не подводит в этом году. А до конца года мы планируем еще провести мероприятия, если масштабные, да, ну, пару штук. Я не буду пока что оглашать каких, потому что всегда есть риск того, что они могут не состояться в связи с погодными условиями или же с техими какими-то бедствиями. Вот, поэтому из мелких мероприятий, которые мы проводим, да, то есть немасштабных, это работа за зеркалием, работа с другими центрами, то она проводится постоянно. То есть два-три раза в месяц мы проводим мероприятия, как раз таки нацелены на детей, да, на здоровый образ жизни. То есть такие программы. С точки зрения поддержания здорового образа жизни у нас заключены соглашения с федерацией по футболу Ханты-Мансийского автономного округа, с федерацией ММА в городе Сургуте. То есть достаточно там большой перечень этих организаций, которые выступают от нашего имени, да, то есть и пропагандируют здоровый образ жизни в городе. Я так понимаю, что за новостями можно следить в социальных сетях. Вы сказали, у вас есть страница в Инстаграм, ВКонтакте наверняка тоже есть группа. Да, фонд молодой и фонд достаточно современный, поэтому во всех социальных сетях, которые есть, мы зарегистрированы и стараемся актуальную информацию выкладывать в режиме онлайн, который у нас появляется. Это сети Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте, ну и также на сайте фонда. Александр, спасибо. Это была программа «Диалог». Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире.